Жители поселка Лахта требуют установить светофор на Приморском шоссе. Чтобы местные власти услышали о проблеме, активисты устроили одиночные пикеты. Они объясняют, добраться до школ, поликлиник, магазинов можно только перебежав дорогу. Ведь с одной стороны трассы жилые дома, а с другой остановка общественного транспорта. Разрешенные в черте города 60 км в час водители на этом участке превышают вдвое. Как говорят в поселке, за последние полтора года на этом переходе насмерть сбили двух человек. Страшно, у меня двое детей, страшно с двумя тем более. Сбили на глазах у старшего уже человека в начале зимы, он это все видел. И как правило не пропускают, особенно сейчас пик, это где-то после 7 вечера дорогу перейти нереально. Учитывая, что видят коляску, но мы как правило 10-15 минут тратим в одну сторону только. Правда пока вопрос безопасности в Лахте, видимо, стоит не так остро. На народный сход пришли всего три активиста. Тем временем, после трагедии в Синявино, люди даже хотели перекрывать федеральную трассу Кола. Светофор на опасном перекрестке там появился только после того, как на зебре машина сбила маму с ребенком. Пятилетнюю девочку спасти не удалось. Сейчас, кстати, электронный регулировщик установлен и мигает желтым, а нормально заработает уже 15 февраля. Продолжение следует...